Открывается Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще одну историю о чайной. История, на первый взгляд, самая обыкновенная, но, думаю, и в ней мы с вами сможем найти для себя кое-что полезное. Что именно? Давайте это обсудим чуть позже, а то все самое интересное пропустим. Итак, была в одном городе замечательная чайная. И вот однажды... Не бывает кипяток без пара, А хороший чай без самовара. Здоровенький былы! Бонжур, бонжур! Здрасте, здрасте! Добрый день! Уж извините, что... Да, ну, проходи, хлопчик-то, проходи, ногами шевели. А то ваших перегуб не терпешь охота. Попрошу без грубостей, мусье Григоренко. Хлопчик, вот еще разок меня мусьей назовешь, вот тогда точно будут грубости. Заразумел? Фиг какой мувитон. Я хочу вам сказать... Ну вот, начали за здравие. Ну, прости, прости, девица, прости, красавица, но ведь и не захочешь, а вспыхнешь, який шалом от этих мусьев. Присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста. Кромерси. Сейчас мы... О, сейчас, здесь... Да, нет, ничего, нет. Пожалуйста, садитесь. Вот динято. И давно это с ним... Уже битый час ползает. Позад мои-то не видели. Нет, пожалуй, туда и все. Поближе к мусью. Что с Наташей? Нашел? Я же говорил, что найду. Ну, смотрите, что вы наделали. Я и за вас пироги попортила. Да и вон хлопчик наш, к обморокам пострадавший. Ну, мусью, давай, давай. Приходи в себя-то, ну. Ну, да хватит. Хватит пирогом пужином прикидываться-то, ну. Я не прикидываюсь. А уж извините, это гривенник, вот. Шо? Гривенник, вот, гривенник. Это шо, вот так вот? Вилять вот тут под ногами из-за гривенника? Да. Вот це богатство. Там из-за... Какой конфуз. Вот-вот. А все жадность ваша. Да не жадность, а бережливость. Не мне, так кому другому пригодиться. Ой, все скряги так говорят. Поверьте мне, монами. О, хлопчик, вот все верно. Все верно. Насчет скряг-то. Я бачу в Тетерину. Там мужик один. Вот скряга. В колодец стяганул. Из-за гривенника. Да нет, хлопчик, да нет. Ты шо, из-за гривенника. Из-за гривенника? У них бы вся деревня туда подягала. О, си жаднючий. Нет. Да, удивили вы меня. Ой, ладно, Марфа. Давай лучше чаю и свежих пирогов. Иду, иду. Ага. Гривенник. Да уж, хорош. Гусье скряга. Не скряга я, а бережливый. Этого мне не отнять. А, Марфа, обслужи. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Воды, если можно. Пирогов хотите? Нет. Хорошо. За счет заведения. Есть пироги. С грибами, с капустой. С капустой. Хорошо. С капустой, Марфа. И с грибами. И с грибами еще. Хорошо. Вот, пожалуйста, ешьте. Да я не... Да вы не волнуйтесь, от нас не убудет. Да что тут думки думать? Бьют беги, а дают бери. О, верное замечание мусея Григо... Э, простите, господин Григоренко, да. Да я детишкам своим гостиница. Их у меня двое близняшек и одна Фрося. Давненько такого не едали. Праздник будет. Марфа, для Фроси тоже собери. Фроси... Фроси не надо. И что же не надо? Двое будут есть, а одна-то что, облизываться, что ли? Пироги-то знатные. Она такое не ест. Почему? Разбаловали. А я вот Марфины пироги готов даже сытые есть. А что же в она есть? Практически ничего. Слегла она уже полгода как. Бедняжка. А как же наука? Доктора, в конце концов. Мы же цивилизованные люди. Много чего есть. Да не про нашу честь. Вот все верно. Разорились мы на этих докторах. Последнее продали. А на Меднике, как нарочно специалист нашелся. случайно. И что же он сказал? Да, что? Он сказал, что есть надежда пожить нашей Фросеньке здоровенькой. Ну что же вы плачете? Радоваться надо. Ну, я же говорю, цивилизация, просвещение, наука. Да успокойся уже, хлопчик. Да что случилось-то? Лекарство есть одно, и принимать его надо немедля. С сегодняшнего дня начиная каждый день. Да что там день, каждый час на счету. Ну. Иначе, иначе беда. Так надо его скорее купить. Купить. Десять рублей она стоит. Десять рублей. Мне такое богатство и во сне не снилось. А нам уже никто не дает в долг. Со службой меня попросили, когда я с Фросенькой стал по докторам ездить. Теперь моя жизнь, как часы. Фрося. Ах, Фрося, Фрося, Фрося. В страхе живу, что сейчас остановятся эти часы, и все. Иногда, кажется, я с ума сошел. Мне кажется, что жизнь моя остановилась в тот день, когда Фросенька заболела. Десять рублей. Так это же мы мигом, правда? Мы сегодня за муку все отдали. А у меня немножко осталось. Отцы же напасть, а. И я все груши хлопчикам отдал. Вот. Которые башу-то вонтажили. Так. Вот. Давай, считай. Так, так, так. Я тут. Вот. Так. И вот тут еще маленькое. На. Сейчас, сейчас. Ну. Ну. Так. Считай. Ну. Пятнадцать, двадцать, три, сорок, пятьдесят, четыре. Так. Пятьдесят четыре. Для надежности. Ну, сколько грошей-то? Ну, подождите, подождите. Ну, что же вы так медленно считаете? Ну, Марфа! Так, двадцать, двадцать, двадцать девять. Эврика! Так, хлопчик, слушай, не умничай, я тебя прошу. Давай по-нашенски, по-русски гутарь. Вспомнил. Шо вспомнил? Рубь. А, вот все гарно. Ну-ка, прибавь. Ага. Так, восемь. Девять рублей девяносто копеек. Десяти копеек не хватает. Ну, вы не волнуйтесь. У меня завтра будут гроши. Сколько надо, сколько и будет. Так что, купим ваши эти пилюли, или шо там вам важнее-то? Сегодня пятница, завтра суббота. Сегодня аптека закроется, и до понедельника. Доктор сказал, другие аптеки этим лекарством не торгуют. Еще два дня. Ну, почему-то? Ну, надо поискать где-нибудь по углам. Может быть, найдется гривенек-то, а? Ну, может быть, где-нибудь он есть. Прошу пардону. Ум минут. Умник, опять голову, яка думка тюнкнула. Да перестаньте вы, мусьё, господин Григоренко. Гривенек. 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 Тот самый гривенек, который вы сегодня целый день искали. Где он? Куда вы его положили? Где? Сюда? Вот он он. А, вот он. Вот он. Десять рублей. Ну, мусьё, дай я тебя расцелую. Вот это не обязать. Да погодите, погодите, время, время. Вот, возьмите, вы успеете. Успеем. Сегодня меня сам ветер не сможет обогнать. Спасибо с господи. Да беги уже, беги. За пирогами потом вернитесь. О, припустил. И стремает, а? С такой скоростью он везде. Так, а я сейчас гостинцу для его детей соберу. Да, вот тебе и гривенек, вот тебе и мелочь. Кто бы мог подумать, а? Да. Спасибо вашей жадности. Да, не жадности, а бережливости. Я и это и хотела сказать. Вот такая история, дорогие мои. А о чём она? Я думаю, что тут двух мне не быть не может. Конечно, о бережливости. Бережливость – это способность человека очень разумно использовать необходимые вещи. Продукты, деньги. Даже когда у него всё есть. Зачем это надо, если всего и так в достатке? А хотя бы затем, друзья мои, чтобы иметь возможность помогать другим. Разве не к этому призывал нас сам Господь? То-то и оно. До новых встреч, мои дорогие. И ангела вам всем хранителя. Субтитры подогнал «Симон»